В администрации Ленинского района собрались лучшие представители работающей и учащейся молодежи. Цель седьмого пленума – подвести итоги работы за 2019-й и определить задачи на год текущий. В целом, в прошлом году лидеры и активисты Ленинского районного комитета союза молодежи сработали хорошо. Это как и их массовые акции, которые разработаны и при поддержке республиканского, их комитета центрального, так и какие-то, может быть, малые дела, но очень необходимые. Помощь отдельному ветерану, помощь, допустим, в подвозе продуктов питания, уборка дворовых территорий для пожилых людей. Это внимание к несовершеннолетним, которые не отличаются хорошим поведением, скажем так. Это работа молодежных отрядов охраны правопорядка. То есть из вот этих разовых дел, больших и маленьких, совершенно разных, и состоит помощь Барсэм, за которую мы им очень благодарны. В этом году, я бы сказал, мы, наверное, преуспели это в акциях «Чудеса на Рождество». Это особенно, это, наверное, нам выдалось очень хорошо, успешно, потому что хорошо сработали первичные наши организации, очень сильно нам помогали. И, наверное, самое приятное, что в наших мероприятиях активно принимали участие – это активисты, работающие молодежи. И в этом году у нас было две новинки мероприятий, которые по Республике Беларусь еще никто не проводил – турнир по бильярду и турнир по баскетболу. Активно молодые люди проявляли себя в мероприятиях, посвященных тысячелетию Бреста. Не осталось без внимания молодежи важное политическое событие – парламентские выборы, проводились пикеты и акции. Большое внимание было уделено профилактике правонарушений в молодежной среде, развитию студотрядовского и волонтерского движения. «Коллектив постоянно обновляется, молодежь приходит, ее надо как-то привлекать. Кроме того, что есть работа, надо еще что-то делать интересное. Постоянные какие-то развлечения – боулинги, лазертаки, горячие зимы и так далее и тому подобное. Очень для меня, наверное, основным таким мероприятием является помощь деткам, которые проводятся каждый год. Это чудеса на Рождество. Мы стараемся проводить не только это, но еще дополнительно какие-то еще к детям, либо инвалидам, либо к деткам-сиротам ездить. Это тоже приобщаем в основном к БРСМ». «Недавно был турнир по боулингу, который организовывал Оленинский районный комитет БРСМ. Наша команда заняла там третье место, и это мотивирует меня находиться в этой организации». «Я активист команды волонтерской «Позитив». Очень нравится помогать. Мы ездим по приютам, по приютам для животных и также для детей. Сегодня тоже наши поехали в приют для деток, дарить игрушки, играть с детками. Мне очень нравится помогать». Вместе с тем, у организации сегодня ощущаются пробелы в теме трудоустройства учащейся молодежи. Одной задачи 2020-го, которая возложена на молодежную организацию, является обеспечение ребят рабочими местами. В рамках пленума активисты БРСМ, наиболее ярко проявившие себя в 2019 году, были отмечены грамотами и благодарностями. За вклад в развитие информационно-имиджевой деятельности Союза молодежи была отмечена и телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...